Мы начинаем трансляцию матча между LGD Gaming и командой Empire. Ну, по сути, всё главное, что могло бы состояться на прошлой неделе, уже состоялось. Команда Empire вышла в сетку венеров. Они смогли в ожесточённейшей борьбе обыграть Team WPM за выход, по сути, в сетку венеров. И теперь в сетке венеров они уже топ-12, если не ошибаюсь. И есть варианты сражаться и идти по достаточно лояльной сетке. То есть есть вариант спуститься вниз в случае неудачи, хотя это и обсуждать вслух даже не хочется. Команде Empire достался невероятно сложный соперник на самом деле. LGD Gaming, чемпионы, то есть топ группы А. Я так понимаю, команда самостоятельно выбрала себе соперника, выбрала Team Empire, считая, что они наиболее удобны для них. И LGD Gaming во главе с Xiaomi, чемпионом прошлого International, по сути, представляют такую угрозу страшнейшую сетки венеров команды Empire, что напрячься надо будет невероятно. Хотя я не представляю, как с такими призовыми, которые к 18 уже подошли, можно позволить себе не напрягаться. Я прекрасно понимаю, что там команды имели 2-3 дня на подготовку, на релаксацию, а потом наоборот, на то, чтобы собраться и выносить вперед ногами соперника. Это, в общем-то, я думаю, очевидные вещи. Ну и надеюсь, что концентрация максимальная. Что у китайцев максимальная концентрация, в этом я не сомневаюсь. Их кто-то завел сзади ключиком, я думаю, лет 5-6 назад. И они робот-доту безошибочную практически мутят уже сколько вот лет. Xiaomi вообще в историю доты, мне кажется, мог бы войти просто как лицо непоколебимое абсолютно в вопросах скилла, в вопросах стабильного гейминга. Ну и команда Empire забрала себе Queen of Pain и забрала себе Naga Siren. На данный момент Naga в пике Team Empire представляет собой, я думаю, все-таки саппорта, потому что так думаю. На самом деле точно еще понять нельзя, дальнейшие пики команды Empire об этом подскажут. Команда LGD Gaming забрала себе Tusk, забрала себе Dazzle. Ну и имба, 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 имба против имбы. Naga Siren, имба 2014 года, а Tusk, Dazzle, Квапа, это все 2015 год, абсолютно не двигающийся, не пластичная мета, мета, которая не меняется из матча в матч. Ну, изредка такое случается. Ну и на данный момент Naga Siren, Queen of Pain в пике и забанили антимага против LGD Gaming. Шейкер от команды LGD, а псы, просматривали, видимо, матчи Empire. Ну, конечно, просматривали, конечно, готовились. Это для Empire вызов, и для команды LGD Gaming вызов не меньший. Потому что Ксяуэйд знает, что такое с трудом вообще со скрипом выходить из сетки миноров и побеждать турнир с максимальными на тот момент призовыми. Если вы не помните, то Ньюби еле-еле вышли из группы. Они вышли с 8-го места, под ними дверь захлопнулась. Команда Empire в прошлом году, соответственно, не добралась до этого 8-го места, и они вылетели, будучи 12-ми. Собственно, сейчас варианты уже на этой позиции. Просто борись и выигрывай. Там сетка лузуров — это кромешный ад абсолютный. Сетка лузуров — это best of one. И если ты проигрываешь сейчас на первом раунде, собственно, у тебя вариантов остаться никаких. Там команда Na'Vi, если я не ошибаюсь, будет играть против... Сейчас вам скажу, против кого Na'Vi играет против Vichy Gaming, потенциального фаворита данного турнира до начала его. Конечно, Vichy показали очень удачную игру в групповом этапе, но до самого старта главного ивента команда Vichy считалась одним из топ-коллективов, которые планируют зажечь. Еще до того, как Mars TV выигран был с Сикретами, Vichy считались первым местом. И им все статисты, аналитики предрекали как минимум топ-1, топ-2, топ-3. Это потом Vichy сместились на третье место, и их места заняли EG и Team Secret. Ну а после группового этапа стало понятно, что Vichy уже не те. Простите за банальщину. Ну, команда Empire в бан отправляет Лину, и Vichy доктора забирает себе. LGD Gaming забирает себе Шторм Спирита. И подсеропили немножко жизнь Resolution, но на Медлэйне, как я понимаю, скорее всего, все-таки квапа будет для Resolution. Тут не время для экспериментов совершенно, хотя, может, и время для экспериментов. Dragon Knight в пике Team Empire, и есть подозрение, что Декайда для Resolution. Да не подозрение, это стопроцентная уверенность. Декайд будет для Resolution, а Queen of Pain, скорее всего, будет либо Сайлентова подруга, либо Йоку заберет ее на сложную в соло. И что интересно заметить, команда Empire в процессе групповых этапов неоднократно меняла линиями игроков. Причем не просто меняла линиями, типа свап триплы с легкой на сложную, или наоборот, оффлейнер идет соло-легкую. Нет, ничего подобного. Меняли Сайлента местами с Йоку. И конкретно Йоку мог среди даблы саппортов фармить. А Сайлент спокойненько уходил себе на топ, фармить в соло. То есть Empire показали, что они достаточно пластичны, подготовлены, и эти матчи, кстати, они выигрывали. Поэтому тут вариантов эскейпа множество для Team Empire. Главное не расслаблять. Ну что там, что там бывает, расслабляют. Короче говоря, Рубилова будет адским. Либо очень быстрым, конечно же, либо заруба будет такая, что... Я думаю, мы все три матча можем разменной тронами наблюдать, что тоже, в принципе, является одним из преимуществ данной игры. LGD Gaming забирает себе Phantom Lancer. Но видно, да, что они не играются. Видно, что они понимают, кто тащит и кем они будут тащить. На кону здоровенные деньги. Сейчас команды находятся на рубеже в 200 тысяч долларов. То есть каждая из этих команд и Empire, и LGD Gaming уже по дефолту заработали 200 тысяч баксов. И абсолютно фиолетово, как они сыграют в этом матче. Но победитель данной катки, данного противостояния Best of Three, отправляется дальше во второй раунд. И там уже, по сути, заимеет себе 700 тысяч долларов. То есть вы понимаете, цена этой игры 500 тысяч долларов. Ну, посчитайте на пальцах, сколько это. Расслабляться тут, да нет, тут расслабляться вообще не вариант. Бюджет какой-нибудь маленькой страны. Я не знаю, внешний долг Сенегала или Либерии. По большому счету здесь все команды прекрасно цену вопроса понимают. Queen of Pain, Naga Siren, Witch Doctor и Dragon Knight. Naga, скорее всего, все-таки будет саппортом, потому что здесь уже есть мощный декам. Есть квапа, который, безусловно, нужен фарм. И забирать нагу, жадину, которая будет выфармливать все линии, вариантов нет. Иначе квапа и Dragon Knight просто будут на дичайшем подсосе. И работать, по сути, с этими героями не получится у команды Empire. Ancient Operation отлетает в баню от Team Empire. И LGD Gaming хитрозадые какие. Забанили Йоку. Последний бан от них. Ну, не Йоку они забанили, конечно же, Сент Кенга. Но, естественно, этот герой берется команда Empire на сложную для Йоку. И Шейкер та же история, абсолютно. Ну, и забанили, конечно же, имбового Андайка. Ну, готовились, готовились. Еще бы не готовиться. Пока у нас небольшая пауза. Давайте посмотрим. Я ссылку в чат пилю. Что у нас по поводу этого матча думают букмекеры? Ну, и на Empire коэффициент не очень, конечно. 4-2-3-0. Это мало веры. Мало веры. И на первую мапу Empire 3.1. Со стороны команды LGD Gaming 1.3. То есть они безусловные фавориты. Ну, коэффициенты крутые на самом деле. И достаточно адекватные коэффициенты. Понятное дело, что Team Empire здесь не является фаворитом. Это безусловно. Потому что команда LGD Gaming укомплектована потрясающе крутыми китайцами. Вот просто потрясающе крутыми. С огромнейшим опытом. С игрой стабильной. А стабильность это признак чемпионов. Ну, и команда Empire забирает себе Акса. Последним пиком залетает Акс. То ли Йоку сложная, то ли Квапа идет в сложную для Йоку. А Акс будет фармить с ВД и Нага и Саре. На самом деле комба очень крутая. Если конкретно использовать Триплу. И комба такая, знаете, исключающая одного героя. То есть сетка от Наги. Дальше какие-то дополнительные фигневины от Вич Доктора. И Акса огрет на себя. А там просто разваливают с руки. Сетка и Рептайт. И это на самом деле очень даже... Это очень даже больно. Keeper of the Light. Отлично. LGD Gaming. Взяли героевого, которого, ну, на моей памяти на пятом интернешнле не было. Возможно и был, но нечастый гость он это точно. Если и был, то один-два раза всего лишь. Ну и конкретно я из студии игрокам ТВ. Матчи, которые мы забирали себе комментировать. Keeper of the Light отсутствовал на них. Где-то был так долго. Котел в пике команды LGD Gaming. Все, команды укомплектовались. По сути, сейчас начнется решение вопросов на более глобальном уровне, чем просто пики. Пики это все, конечно, хорошо. Пики сделаны без каких-то фейлов особенных с одной стороны и с другой. Но решает, в принципе, все, конечно же, игровой скилл и то, как команды реализуют своих персонажей. Как реализуют комбинации, как сами герои отстоят. Фарм, пуш, да вся эта хрень. Как я, что смысл вам объяснять? Вы прекрасно все это понимаете. Команда Empire забрала героев следующим образом. Йоку. Сразу же, сразу же, сразу же. Йоку забирает себе Акса. И, судя по всему, отправляется в соло легкую линию. Команда Empire забрала себе для Сайлента Квапу. Вот вам и пожалуйста. Квапа будет стоять в трипле. Резолюшн забирает себе Драгон Найт. All this on a fly будет играть на Вич Докторе. И Алоха Дэнс будет играть на Наги Сайрон. По сути, это достаточно хорошая убойная комбинация, в которой вариантов для развития много. Мы видели, как играла Na'Vi в своей комбинации, где Нага была пикнута как саппорт. И эта Нага в итоге заработала на 23-й минуте радианс. Потому что вся команда, по сути, терпела. Здесь, в принципе, тоже варианты имеются. Современная Дота позволяет достаточно пластично реализовывать свои пики. Xawait от команды LGT Gaming будет играть на Keeper of the Light. Maybe будет играть на Storm Spirited. Яу на Таске. Сайлер забирает себе Phantom Lancer. И MMY будет играть на Dazzle. Ну и замес не случился, конечно, на сложной линии команды Empire. И, наверное, все-таки это хорошо для них. Потому что они были здесь в меньшинстве. Алоха Дэнс слился бы вообще за милую душу. Его хлебом не корми, дай на ФБ отдаться. Алоха Дэнс, кстати, по статистике вообще топ по вопросам смерти в Team Empire. Он умирает больше всех. Но в этом есть, конечно, и свои объяснения для этого есть. Алоха Дэнс играет достаточно агрессивно, имея в своем пике саппорта. И сами понимаете, что саппорт это вам не расфармленный ДК. Это обычно какие-нибудь Дазлович, Докторы. Нет, Дазл это, наверное, флайгерой. Ну, Таск тот же, который не фармит сложную, а просто являясь саппортом стоит на линии. И врывы для них чреваты. Вот поэтому Алоха Дэнс у нас и по КДА, конечно, проседает. Ну, не сказать, что он якорь. Все это оправданно. И команда Empire winner bracket. Я думаю, с якорями команды в сетку венеров не попадают. Посмотрите вон на... Не буду вслух говорить. Команда Яо. О, команда Яо. Линия Яо. Здесь не в соло Яо на таске фармит. Аксяуэйт, по сути, будет постоянно напрягать Йоку. Йоку здесь в соло. И все, что ему надо, это хотя бы держать под контролем котла. Примерно понимать, куда эта дрянь белобрысая будет постоянно заливать свой иллюминейт. А иллюминейт уже прокачан. Я думаю, это, в принципе, очевидно. Ну и все, и пошла задувка. И уже Йоку у нас будет проседать по хп. Пожалуйста, у Йоку нет 150. Это первый левел, дальше будет больнее. Ну и как-то с этим придется бороться. Сайлент против сайлеров. Соло пока что. ММА только так, поскольку помогает своему тиммейту, близко не подходит. Ну и на отводах работает ММА. Ой, сильно проседает Акс. С каждым иллюминейтом просто кусками отваливается у него хп. Вич Доктор пока что только с кокосами. Пока что хилки нет, но у Флайу надо второй левел получить. У Йоку второй левел уже имеется. Ну и давайте переключаться на крипстаты. Резолюшн на мидлейне. У него 5 на 0. У Мэйби 10 на 4. Ну, мидлейн Драгон Найт пока что был без батлы. Только-только притарабанил себе батлу. Без маны тут, в принципе, без Брисфайр спамящего сильно и не пофармишь. А у Шторм Спирита, как я думаю, как вы понимаете, полегче ситуация. Но пока все ровно. Пока без выходов, без серьезных файтов. Алоха Дэнс пошел баковать на ММА. Без маны решил оставить чувака. Хилься. Мы посмотрим. Ну и Флай не выходит. Еще не выходит. Ни одни каски не были проюзаны. Флай пока с фулл маной. Он не готов драться. Ну и Дабла пока еще себя не реализовала. Иллюминейт пошел на Акса в очередной раз. Йоку выхиливается, как я понимаю, бутылками здесь. Угоняют Резолюшена как только могут. 10 на 2 у Резолюшена. Кстати, не сильно от Мэйби отстает уже. В процентном соотношении попроще. Ситуация стала у Резолюшена. Да и крипы зашли за Тауэр. Поэтому и фарм будет нормальный. Где-то, куда-то придется подставляться Мэйби. Просто так не постоишь уже под Тауэром. Пойдет баковать Резолюшен. И Мэйби придется разворачиваться назад. По сути. Ну и пошла задувка. Нон-стоп. Курьер постоянно обузится Резолюшеном. Другие линии своего не получают. Но у вас есть Секретшоп, ребят. Работайте. 3 минуты сыграно. По голде. LGD выигрывали 300. Теперь идут в минус. И уже Эмпайр по голде выигрывает. Итак, Резолюшен охватался от Мэйби. Не от шестого. Где что-то так подстрял Рома. 500 по голде. По экспириенсу LGD. А по золоту впереди команда Эмпайр. И у Резолюшен пока без батлы. Вот это вот... Испытание для судьбы, наверное, лишнее. Потому что Мэйби просто через оверлод. Через статик ремнант. Естественно, накажет его. Always on a fly. Отваливается на сложной линии. Fly зацепили. Сайлер через Спирит Ланс. Через всякую ерунду, которая у них есть. Развалили. Хотя бы... Ой, подождите. Подождите. Ой-ой-ой. Вот это я туповатый немножко, да? Абсолютно туповатый. Немножко. Чуть-чуть. Полностью. Команда Эмпайр забирает первый фраг. И Fly на нижнем лане. Мне показалось, что Fly где-то отвалился наверху. Тут, блин, нервы. Понятно, что не только у Империи. Я переживаю. И, естественно, топим за СНГ коллектив. Тут немножечко... Подплужил. Ну, такое бывает. Команда Эмпайр забирает ФБ. Fly забирает фраг. Естественно, все это на ворды. Все это для команды. Все в дом, все в дом. Ну и уже прекрасно для Эмпайр. Уже прекрасно. Они выигрывали по голде. И так, в вопросах фарма. Теперь еще и забрали ФБ. Не очень дорого. Ну, не хуже, чем без ФБ. Четыре с половиной минуты сыграно. Эмпайр уже по голде тысячи. По экспириенсу 200 для Империи. Резолюшн против Мэйби. Пока что у Риза 26 на 2. У Мэйби 29 на 7. Ну, практически сравнялись. В процентном соотношении, я думаю, вы понимаете, разница вообще неощутима. Эмпайр уже залезли за Тауэр. Сайлент. Вот эта букотека здесь от Сайлента. Ушел из-под Тауэра. По-моему, даже, кстати, Пойзон Тач до него не долетел. Нет, Пойзон Тач не было. Это обычная тычка от ММВА. У Сайлера 19 на 2. У Йоку в это время 26 на 4. Команда Эмпайр перефармливает своих оппонентов в большей степени. Здесь только Мэйби держится на уровне. Обгоняя Резолюшн и всех остальных. Но дальше, посмотрите, 19, 16, 14. Империя впереди. И, по-моему, все пока что достаточно неплохо от них. ММВА отошел от Сайлера. Сайлер уже в панике. Уже его подхорашивает здесь Сайлент. Уже, естественно, Алоха Дэн с Рептайтом поливает. Но так и будет. Так и будет. По идее, здесь цена вопроса невероятно дорогая. И давить надо нон-стоп. Ксяуэй это очень стабильный. Команда, которая играет под его началом, тоже невероятно стабильная. И если их не задавить, не выбить из-под ног опору, они будут стоять просто как упоротые. Попробуй что-нибудь сделай, снеси. 5 минут сыграно. Давайте пробежимся по артефактам. Кто там самый богатый. Ну, Шторм Спирит, по сути. У Шторма уже есть Боттл, есть Нул Талисман, есть Бутсов Спид. У Резолюшена, в свою очередь, на ДК. Есть Бутсов Спид, есть Белт оф Стрэндж и есть Боттла также для Драгон Найта. По Нетворсу, по-моему, там все очень ровно. Нет, даже не очень ровно. Резолюшен обгоняет своего оппонента. 2.800 у Резолюшена, а вниз пошел Мэйби, по-моему. Да, Мэйби пошел вниз, и там начинается замес. Жолву Сунафлая поймали. За Йоку врыв не получился и отменяет ТП свою Резолюшен. Вниз был, в принципе, мисс от команды LGD. Я думаю, что инфа, конечно, пошла, но реализовать эту инфу не получилось. За Йоку теперь вырывается Мэйби. По Тавер не лезет, Яо прыгает. У нас По Тавер пошел сюда сразу же. ТП пошло у нас от Вич Доктора, и ВД тоже сюда не долетел. Как Резолюшен, так и Вич Доктор от Алоха Денса сюда направится... От Лоу Сунафлай, точнее, сюда направиться не смогли. Тут без вариантов. Когда один умирает, второй прилетает, и по сути умирает точно так же. Вообще, Сайлент начал проседать по ХП. Пока мне не очень нравится то, что происходит на карте. Сайлент лох-эпшный. От Спирит Ланса отхватил Сайлент, ну и надо выхиливать его. Тут стоять так нельзя. Конечно же, наказывать будет Сайлент. Алоха Денс не поймал Сайлера, ну и... Там просто можно было, в принципе, потратить сетку. Потому что Доппельгангер, естественно, юзается такими героями налегке абсолютно. 7 минут 20 секунд. Графики в ноль. Империя выигрывала 1000 по голде, теперь в ноль. И по экспириенцию Империя проигрывала. Но теперь сокращает отставание от своих оппонентов. 7,5 минут. Ну, блин. Пока спокойно, пока достаточно пассивно. Один спуск вниз от мидлейнера команды LGD был. Ну и, по большому счету, какой-то другой агрессии мы не наблюдали. Ну, разбрасывается какой-то сранью на собственных лайнах. По сути, это особой погоды не делает. Так что без спуска и перехода куда-то только один фраг у нас был. Толуэсфу на флая на котле. Ну и тоже, понимаете, котел, в принципе, старый дед на коньеру. Чуть-чуть дернули его и котел поплыл. Сейчас каски один раз поймал, половины хп нет. Три удара от Вичдоктора с руки и один прыжок от касок. Все. Уже у нас котел без половины хп. Уже надо куда-то отходить. Есть деревья. Жевать бамбук. Так что-то надо делать. То есть герой сам по себе достаточно мягкий. Если не дать ему расформиться, это уже посложнее. То, по сути, можно будет кормиться им до конца игры. Тут Эмпайр поагрессивнее должны были для такого вот развития событий действовать. Пока что агрессии не наблюдается. Первое смещение вниз от Шторм Спирита. Два фрага для Team LGD. Ну а теперь ждем, когда Резолюшн у нас будет наконец-то участвовать. Ну и Шторм под Смоком. В собственном, во вражеском лесу. Вместе с Таском от Яо. Будут выходить на Резолюшн. У него есть огромные траблы. Ждем ТП. У кого есть ТП. Есть ТП у Вичдоктора. Есть ТП у Акса. У Наги. Да все профессиональные ребята. Все тут с ТПшкой. Правда, на Риза так и не вышли. Стоит фармить себя дальше. Окей. 3 900 у Резолюшн. Почти 4К. И 3 700 у Мэйби. Даже при наличии одного фрага. Ну и команда ЛГД пока что просто гуляет. Так, поймали Ксяо. Ксяо должны, по идее, разваливать. Будда Рестерейшн здесь есть. Еще один удар по Ксяо. По Ксяо Эйту. Ксяо Эйту в таверну. Без скепа. Деритесь. Врыв на Йо. Резолюшн уже прилетел здесь. Яо, по идее, могут с Йоо разобрать. Хотя здесь Мэйби, но неприятная дрянь. Еще один ТП. Бэп от Сейв сюда. Как долго Нага думает. Алоха Дэнс уже, наверное, не достанет никого. Но в любом случае, потеряли Вич Доктора и двоих разобрали. Через 4 секунды будет стан. Да, зла тоже можно забирать. Сетка по нему. Рептайд от Алоха Дэнса. Есть. Развалили. Акс минус еще один фраг. Троих в этом файте забирает команда Эмпай. Проигрывали, по-моему, 2-3. Сейчас счет становится 4-3. Ну, по итогам файта так жить-то можно. Империя сразу вверх. И смотрим файт-рекап. Тысячу голды. Тысячу экспириенса. Ну, красавчики. 4-3 становится счет. Империя повела. Резолюшн сместился вниз. И более чем удачный врыв. Вот капитана команда Эмпай. Фух. Жестячок-то какой. Мне писали. Нельзя быть предвзятым. Нельзя там относиться к одной команде так, к другой так. Нельзя так откровенно топить за тех-то, тех-то. Скажите, пожалуйста, дорогие китайцы, которые сидят у нас в чате. Не оскорбляет ли вас то, что комментаторы из СНГ-комьюнити топят за СНГ-команду? Если в чате 10-15 сообщений появятся от китайцев, давайте я моментально перестану топить за Team Empire и начну лояльно относиться. А может даже и за LGD начну притапливать. Нет, да, сообщения? Странно. Очень даже странно. Тогда будем топить за СНГ-коллектив. И так и надо китайцам. На Яо врыв. Йоку агрит его на себя. По идее уже можно заканчивать с Яо. Яо разваливают. Ну и Мэби летает, но пока что не хватает дэмэджа. Выхиливают у нас Йоку. Иллюминейт от Ксяуэйт будет финальный. Скорее всего надо мансить Йоку, не подставляться. Уходит Йоку, уходит Олвес и на флай. Резолюшну понравится эта линия. Она и Сайверу должна понравиться. Сайвер перебрался уже сюда. Резолюшн задувает Ксяуэйта. Ксяуэйт лоу-кпшный стан по нему. Шалу грейп у нас на Ксяуэйта. Здесь замес разделяется на несколько частей. Резолюшн Ксяуэйта не отпускает. 6-3 счет. Сайвер приходит на рау на Шторм Спирита. Домой Шторм Спирит. Шторм Спирит отправляется в таверну. 7-3 счет. Прилетает сюда Яо. Решили подфидиться. Он пошел от Олуха Дэнса. Ситуация не патовая. Странно. У Толухи отсюда уйти. Остальные пусть остаются. Яо должны ловить. Резолюшн стопит Яо. Стан у него есть. Яо разваливают. 8-3. Какая жестянка, конечно, творится здесь. Главное не послеваться. Резолюшн сразу же ТФ Аут. Вортекс на него. Ну и не отпускает Резолюшн отсюда. По идее 8-5 будет счет. Ох и за место. Тысяча на тысячу разменялись. Команды. 8-5 на 12-й минуте. Fight Recap очень хочу видеть. Ой, 2 в 1. А это неправда. Это неправда. Размен был здесь 4 в... 4 в 2, если не ошибаюсь. Команда LGD здесь голды подарила своим соперникам. Empire 3 по золоту примерно преимущество. И по XP пофиг вообще на ту экспу. Главное деньги на самом деле на данных стадиях. Появление новых артефактов это, по сути, огромнейшее преимущество. То, что ты левел заберешь, тут уже такая стадия, что левела-то в 1 или в 2 вкачаны. Не суть как важно. Ульты главное, чтобы были. Они есть у всех игроков команды Empire. Поэтому не столь важен опыт, сколько важны артефакты, которые сейчас уже, по идее, должны появляться. Появляться. И давайте первый выпуск модного приговора в плей-офф проводим. Посмотрим, у кого какие шморки. Начнем с Дазла. У Дазла Аркан Буци есть. Есть Сейдж Маск. Скорее всего, будет выходить в медальон. Куда ему еще деваться? Кипров Зо Лайт от Ксяуэйте. Транквил Буци. И больше ничего. У Яо есть Хедреска. Есть Аркан Буци. 300 голды на руках. Но далековато до Мекки. У Сайлора в это время... Где ты, Сайлор? У Сайлора в это время уже есть ПТ. Есть Рингов Аквила. Есть 1300 на руках. Ну и Кипров Зо Лайт мы видели, в общем-то. Все. По команде LGD закончили. Давайте перейдем на Team Empire. 1000 голды. Даже 1200 на руках у Сайлента. У него есть Ботл. У него есть ПТ. У него есть Нул Талисман. Роб оф Зе Мэджи. Всего предостаточно. Нага Сайрен от Алоха Дэнса. Ну, бичует, конечно, Нага Сайрен. Буцов Спит есть. Есть Пурмен Шилд. Мэджик Вонт. Йоку. На сложной. У него есть Даггер. В принципе, программа минимум Йоку выполнена. Есть Транквил Буци. Ставт Шилд. Торп обвинном. И Мэджик Вонт. Ну и Вич Доктор. И второй фраг тоже, по-моему, был на... Хотя у Уэйти заработан Флаем. У Флая есть Транквил Буци. Есть Мэджик Стик. И Абсервер Вард. Красавчик. Все на Варде у Резолюшена. Есть 2 с копейками. По сути, после этой пачки уже где-то будем рассчитывать на Даггер. Да, вот эти два крипа должны умирать. И у Резолюшена будет практически собранный Даггер. Ну или машинку хотя бы. Ну и давят, давят, давят. В принципе, все. Резолюшен уже с готовым Даггером. Это агрессивный Драгон Найт, который врывается, станет, а дальше просто наплевывает в своей Драгонформе. Я видел, как такая комбинация, по-моему, от команды Яхум убивала Team Empire. Поэтому достаточно рабочая комба. Эмпайры сами натерпелись. Team Empire и Na'Vi, по-моему, натерпелись не так давно от Драгон Найта с Даггером. Это, естественно, ну не сказать, что прям совсем имбаланс, но популярная штука. Штука рабочая и, естественно, она плоды свои приносит. Team Empire уже завладели Даггером на Драгон Найте. Почти 11-й левел есть для Резолюшена. Выход на центральную линию. Прыжок пошел на Мэйби. Знает, где он находится. Ну, посмотрим, выйдет ли Мэйби сам здесь. Глифферс Лиштолл ЛГД есть. Вязать-то они его будут 100%, но вот будут ли дефотерпелись, даже не юзнули Глифф. Почему? Ответьте мне. Но в это время Сайвер подпушивает нижний лайн. Так, по Нетворцу. Первое место Резолюшн. Второе место Сайверн. Третье место Сайверн. Только потом идет Мэйби. 5300 у него. На фоне 600 от Резолюшена. Ну, считайте, что Мидлейн выигран. У Резолюшена мейн артефакты уже потихонечку появляются. У Мэйби пока тухляк. Резолюшен прилетает на Мидлейн. По таймингу надо просто дать стан. Мэйби, Мэйби. Ловят Соник Вейв в него. Мэйби. Иди посмотри, чем таверна пахнет. ММА. Лоу Хэпэшный. Куда ты? Шаллогрейв. Йоку еще один килл. Побежали все. Все под, естественно, хостой от Каллинг Блейда. Дальше за Сайвером прыжок. Ну, не успеют до Доппельгангера забрать, но можно и с этим играть. Лоу Хэпэшный. Без маны. Ну, не того вы загрели. Ребята, они об этом понимают. Сайвер дальше прыгает за Сайвером. Доппельгангера не будет. Еще 12 секунд. Йоку должен прыгать и Каллинг Блейдом просто разбирать Сайвер. Прячут его в Сноубол. Йоку лоу Хэпэшный. Сайвер лоу Хэпэшный. Сайвер в таверну. Минус 3 от команды Эмпайр. Вич Доктор под лоу Хэпэ. Его добирают иллюзиями. Резолюшн дальше за Ксяуэйтом. Ксяуэйт вообще тут просто ватный. Минус 4 уже от Империи. Появился Даззел. ММА приходит на халпу Кьяо. Йоку Сайлент не вбитые совершенно. Йоку, конечно, печаль тут по Хэпэ. Но убежать отсюда можно будет. На гору не докатывается. Команда ЛГД просто ТПА уделает Йоку. И Сайлент, по идее, своими ногами может уходить. Мэйби прыгает за ним дальше. Хватит лимоны у Мэйби. Ну, хватит. Не понял, куда полетел он. Или понял. Алоха Дэнс. Главная цель. И Сайленту надо бы отсюда уходить. Хотя у Мэйби по мане, конечно, проседание плотное. Но и Файтрикат сделает мне хорошо. Не успеваю. 4 тысячи золота Империя. И полторы тысячи экспириенс. Вот так фавориты ЛГД гейминг. Вот это я понимаю. Суперкоманда. Ксяуэй. Ага. Хорошо. Ксяуэй. Это мощно. Это звучит гордо. Сайлент уже приобретает себе Оркит у Йоку на Аксе. После Даггера появляется Ринг оф Хэлс. Есть Виталити Бустер. Все, готовый вангвард. В принципе, минуты до 20 можно надеяться на Кримзон от Йоку. Тогда уже массфайты совсем другое значение приобретут. У кого здесь мека и будет ли она в принципе? Пока ни у кого не вижу. Я думаю, что если не соберет Нага Сайрен, то, наверное, и никто не будет собирать мека. На деф пошла команда Эмпайр. Готовы врываться. Где Резолюшн? Резолюшн в это время подпушивает нижний лайм. Ну, деф не организован. Вот команда Эмпайр. Что-то постояли, посмотрели. Кто там да как. Решили отдавать. Ну, 18-ая минута. Тауэр в любом случае должен был бы падать. Ну, и подождем еще 2 минуты с копейками и посмотрим, кто во что одет. Команда Эмпайр. 5000 золота и 2500 по экспириенсу. Офигеть просто. Просто офигеть. Так, против фаворитов. Еще раз говорю. Против, по сути, фаворитов всего турнира. Туповая стадия от команды LGD Gaming просто на ура прошла. Никто не ожидал, что они снова... Команда под руководством Ксяуэйта так зажжет. А они зажгли. И они там наказали всех чуть ли не кроме Сикретов разве что. Не сильно их потрепали. Но LGD Gaming является одним из фаворитов турнира теперь в принципе. А тут глякок складывается. По смоками Эмпайр. Решили давить дальше. Байт идет на Алоха Дэнса. Появись. Вниз спустись. Главное просто топить дальше. Душить, нападать, заставлять команду LGD начинать дергаться, дезориентировать их. Сайлора, если сейчас увидят, по идее Йоку должен уже прыгать. Сайлора могут разобрать. Нет, замес другой части карты прыгают на Ксяуэйта. Очень быстро его убивают. Куда ты, Сайлор? Неужели Сайлор пойдет? Да, ТП сюда полетел от команды LGD. ТПшка от Шторм Спирита. Шторм Спирит цепляет Йоку. Йоку, если успеет на себя загреть, стан пошел. От Сайлента ульта. Как-то не очень. Ну и все, по идее, должны улетать. Сайлент. Блинк аут. ТПшки у Квинов Пейн нет. Придется руками бежать. Флай. Давай, 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 давай. Этими кокосами останови-то их. Сноубол полетел. Квапа у нас упрыгивает. Ну и Флая, скорее всего, будут разминивать. Все, команде Импайр просто надо отойти. Сайлент. Олвис Моно Флай здесь уже остался 100%. Никуда не деться. Такая печаль. Даже не буду смотреть. Ладно, посмотрю, как тут умирают. Бедненький. Бедненький ВД. Просто грустно все время смотреть, как с иммортал-обезьянкой умирает Вич-доктор. Она ложится и обнимает голову своего хозяина и просто гладит его. Что-то там напевает или что-то рассказывает. Ну, смотрится это очень сентиментально. И я каждый раз плачу. И в этот раз постарался депортить стрим такими сентиментальными штукенцами. Какие к чертовой матери сентиментальности? 4,5 Импайр ведет по голде, 3,5 по экспириенсу. Вообще, дохни, Вич-доктор. Не обязательно. Часто. Естественно, это саппорт. Естественно, все это на денежках команды Импайр отразится. И Флайо тут лучше по сейвове играть. Но вот эта сентиментальность. Потом, после Интернешнала, поплачем о том, как ВД грустно умирает. 4,5 тысячи Импайр по золоту. 3 с копейками по экспириенсу тоже в пользу команды Империя. Ну и LGD пока подприостановились. У нас есть, в принципе, время посмотреть артефакты. Есть уже Рунавшадл с ММА. Есть Аркан Буци у него. Ну и так все остальное по мелочи. Сайлеру от команды LGD на Фантом Лансе. Драма Фендеранс у него есть. 2-300 на руках. В принципе, сейчас уже начнет собирать Диффьюжил Блейд. Сибирингов Аквилла. ПТ. Ну, хорошо. Неплохо, так скажем, идет. Немного совсем отстает от резолюшена и от Сайлента. Так, замес пошел у нас на нижнем лайне. Ловят Алоха Денса. Сюда ТП-1, ТП-2. Ну и Йоку прыгает на Сайлента. Ой, на Сайлера, точнее. Стант пошел по Сайлеру. Успеют ли разобрать? Должны успевать. Каллинг Блейд по голове. До свидания, Сайлер. Можно дальше файтиться. Центральная линия пока что осталась от команды Эмпайр вообще нетронутой. Все сюда переместились. Тауэр, по идее, там должны складывать. На Яо прыжок дальше. Яо лоу хэпэшный. Каллинг Блейд по голове от Йоку. Даблки в этом файте. Мэйби улетает отсюда на Лайтнинг Боли. За ним прыгает Сайлент. Просто не отпускать Соник Вейв под зад одному Дазлу. И туда же отправляется еще и котел. Минус 4 от команды Эмпайр. 17-8. 22-ая минута. Первая игра пока что просто вдрызг выигрывается Эмперией. У них есть варианты для кампэка. Это Фантом Ланцер. Но где ты, Фантом Ланцер? Еще 11 секунд. Он будет в таверне. 1800 по голде. 2500 по экспириенсу. Эмперия просто разрывает команду LGD. 8 штук золота. 6000 экспириенс. Тауэр по низу сыпется. Теперь цель Т2 на Мидлейне. Или Рошан. Или что вообще угодно. Или снова герой команды LGD Gaming. Ух, вот это месиво. А что творят? Команда Эмпайр поприобретала себе всякого. Давайте вообще шмотки смотреть. БКБ прилетает резолюшн. Блингдаггер у него есть. ПТ есть. Дальше. Нага Сайрон. Уже есть Баклер. Уже есть Кедреско для Алоха Дэнса. Мека будет, ну, минут... По такой игре минуты через 4, наверное. Если дадут, опять же, время для фарма Алоха Дэнс. Он и Лиса теперь с этим Рептайдом может выфармливать. Главное, это время. Сайлент соло против Шторма. Что-то, мэйби, как-то запахло, да, тут немножко, мэйби? Как-то что-то немножко испугался, да? Ну, скорее всего. Сайлент по фарму. У него уже есть Огр Клаб. У него есть Митрил Хаммер. У него Оркит, естественно. Остается тысяча. Остается до появления Блокинг Бара. У Витч Доктора. У Урну Шадоус есть. Транклил Бутси есть. У Акса откладывается Кримзон Гвард. Пока что не до него. Плейт Мэйл есть. Шива с Гвард есть. Ну а что-то вообще, что тупить? 8-2 счет. Деньги текут, надо серьезные артефакты. Если есть вариант перепрыгнуть сразу целую ступень, почему стоять и плужить? Все правильно Йоку делает. Тут, конечно, вопросов абсолютно никаких. Кримзон может и подождать, а может вообще в следующей игре появится. Не суть, как важен он здесь. Ну и Ксяу Эйд старается накаляк здесь с хайграунда. За Ксяу, кстати, уже можно было бы и прыгнуть. Мэйби здесь. Мэйби при ТП шел сюда Ксяу. Ну что приятно, что по такой игре у Котла может и не появиться никакого аганима. А это плюс, согласитесь, безусловный. Драгон Найт уже второго левела ульту имеет. То есть, обязательно есть варианты справляться с иллюзиями. Тут, конечно, Дефьюжи Алблейд от Сайвера появился. Но 24-ая минута. Это понятное дело, что должен он был появиться и никуда от него не деться. Сейчас Тауэр, я не знаю, Йоку было бы, по-моему, отдать. Нет, ДК забирает себе Тауэр Резолюшн. 1800 на руках. У Йоку до Мистикстафа остается еще 650 голды. Империя продолжает давить десятка по золоту на 24-ой минуте. И по экспириенсу 7000 тоже в пользу Тим Эмпайру. Вот это жгут, а! Началось. А тут такая какая-то игра не алё в группе и как-то так со скрипом пришлось обходить. Опять же, топив своих... топив команду Virtus.pro в сетке лузеров. И все это смотрелось, ну, как-то, знаете ли, как будто переоцененная. Команда Эмпайр была. А здесь видно, что собрались. Видно, что игру свою нашли. Естественно, это от матча к матчу не всегда сохраняется. Но в этом матче Эмпайр смотрится просто невероятно собранными. Ну и жойстики. Очень даже жойстики. 7500 золота и 11000 экспириенс у команды Империя. Так, давайте по артефактам LGD Gaming. Бладстоун есть у Мэйби. Мэйби не сильно сливается. 3-2-3 у него. 123 крипа. В принципе, все неплохо. Даззл у нас. С Арканбудсами, ну, тут не могли появиться артефакты. 1000 голды у Фантом Лансера. Так, а куда котла? Котла на нижней лайн. А зачем, скажите, котла на нижней лайн? А вдруг это не иллюзия? Вдруг это серьезный резолюшн? И пришлось бы драться. Ну и в итоге Сайвер теряет время. А это, знаете ли, очень даже хорошо. Так, дальше по артефактам. Таск просто с Меккой, просто с Арканбудсами. 25-ая минута. Это оффлейн сложная. А вот он, сложная линия. Ну, оффлейнер команды Импайры. Йоку. Есть Шива, есть Даггер, есть Вангвард. Ну и по фарму посмотрите на Йоку. У него 11 300. Это просто звезда в составе Импайр в данном матче. У него 11 300. И против него, если сопоставить Яу, у которого 4 800. Прости, конечно, Яу, но смотрится не очень. 12 кусков по голде Импайры. 8 тысяч по экспириенсу. Пока все просто великолепно. Вот им Эмпайр. Главное продолжать давить по этому темпу. Отпускать никого нельзя. Резолюшн прыгает за Ксяу, но здесь мувспид очень приличный. 405. У Резолюшн 365. Конечно, за Дедом здесь не угнаться. Дед быстрый. Резолюшн дальше не должен прыгать. По идее, надо просто забирать Тауэр. И что? И тогда уже на ХГ надо. Тогда Рошан замаячит где-то. Тогда ХГ должен начинать трещать у команды ЛГБ. Слазить с них нельзя. Как только они поднимут голову, там Фантом Лансер не слезет с Team Empire. Он их не отпустит. Сайвер в это время склит пушит. Пока Empire планирует заходить на хэгграунд, Сайвер в это время по нижнему лайнерку. В принципе, есть еще где-то треть действия Dragon Form от Резолюшн. Ловит Сяуэйт Станг. Сяуэйт должны забирать. Шалугрейв по нему. Где же ты, Йоку? Вот же ты, Йоку! Йоку разваливает у нас Сяуэйт. На минус 2 уже у Team Empire. На ХГ продолжается файт. Прилетает сюда Сайвер. Лоу хпш на ММА. ММА, да и по идее, должен догореть. ММА выкиливает себя. Дезвар тут, Лич Доктора потеряли только папу. Байбэк у нас от Туск, Туск, Флайя. По всем просто шаром прокатился. Прилетает сюда Мэйби. Команда Empire на отходе. Алоха Дэнс. Сон немножко поздновато. Двух потеряли очень не вовремя. Ну и улетает отсюда Акс. По идее, здесь останется Нага. Ее не отпустят. 1300 подарили LGD по золоту, даже при наличии байбэка. Ну и по экспириенсу тоже LGD здесь заработали. Ничего команде Empire не удалось, по сути, сделать такого разгромного. Да, там были байбэки. Сейчас глянем, от кого они были. Байбэк был от одного Сайлера. Ну, в принципе, особо так поломать LGD не получилось. Я еще раз говорю, это костяк. Это жесткий китайский костяк. Его не разломить просто так. Тут надо либо потрясающе крутое преимущество, либо постоянное давление. Пока они просто с ума не сойдут и не сдадутся сами. Ну и у Империи по-прежнему преимущество достаточно хорошее. Ну, от минуты к минуте, естественно, оно не усиливается, а наоборот уменьшается. Если, опять же, его постоянно не повышать. По голде Empire на 12 тысячах, по экспириенсу они на семерке. Ну и что тут подарили Шторму по Бладстоуну? 11 зарядов есть у Мэйби. Сайленту очень неплохо было бы заиметь Аганим в этом противостоянии. Под смоком команда Empire, Resolution. Дальше займем ММА. По идее, должны забирать Дазла, но если увидят его. Никого здесь не нашли. Один улетает, второй улетает. Ну и, конечно же, ММА из кустов тоже бежать. LGD не дураки, они прекрасно понимают, что пофайтиться у себя на хэкграунде не могли. Но в целом они проигрывают по голде, по экспириенсу, по левелам. Да и герои у них сейчас не самые дамажищие. Единственный, кто очень напряжный, это Шторм Спирит, ну и, наверное, Фантом Лансер. Все-таки. 15-го левела ПЛ, 15-го левела ДК. И по левелу, по-моему, ПЛ всех уже обогнал. Ох, какой хитрющий. А просто стоял фармил на другой линии. Ну, нельзя отпускать. Здесь надо, по идее, заходить давить. А как заходить и давить, если один раз на хэгэ команда Эмпайр уже слилась? Мэйби во вражеский лес. Они знают, что делать с тем временем, которое появилось у них. Эмпайр на Рошана. Будет ли здесь Song of Siren проюзан? Тоже вопрос, интрига. Узнаем, ну, если, опять же, сюда сместиться ЛГД. Вижен у Эмпайр есть. В принципе, вард достаточно удачный здесь, достаточно удачный здесь. Сейчас давайте глазами Империи посмотрим. Ну, подходы контролирует. Если не Смаки, то, по идее, зайти просто так не получится команде ЛГД на своих соперников. За духа пошла у нас от Котла. Не допрыгивает здесь своими иллюзиями Сайвер. Ну, не страшно. По идее, можно файтиться. Шторм Спирит будет влетать совершенно с другого края. Сайлент, если успеет Оркит у нас в Шторм Спирита запулить, по идее, его разваливать можно будет. Бэк об этом нету Шторма. Просто надо вовремя заткнуть Мэйби. Все, вопрос будет сразу же решен на 50 или на 80%. Мэйби здесь дисбаланс жесткий вносит в ряды команды Эмпайр. Скорее всего, тут без Сунгов Сайрен не обойтись. Еще один задув от Котла. Все выхиливаются, конечно, но насколько бесящий этот Котел. Проверяют, что там да как. Все, Сунгов Сайрен забрали. Ой, Мэйби надо ловить. Ой, надо Мэйби ловить. Туда ли ты пришел, парень? Сразу же Сайлент на Мэйби. Калинг Блейб от Акса по голове. Мэйби в таверну. Ну, 20 секунд его не будет. ММА тоже развалят. А Шалу Грейб, по-моему, все. Улетел Шалу Грейб. Дальше Резолюшн. Дальше Гнать Сайлера. Стопить его. 11 секунд здесь не будет Шторма. По идее Сайлера можно было разобрать. Ну, Эмпайр в итоге забирают Роху. Забирают Аэгис. Забирают 1100. Я не очень понимаю, на что рассчитывал Шторм Спирит. Он думал, что это ребята с улицы пришли, которые не понимают, да, что Шторм Спирит имеет все варианты взять и стырить Аэгу, плюс добить Роху и забрать Аэгу и улететь. Неужели не знают, что нога Сайрон в процессе фарма Рошана, если это ребята не с половиной мозга, то, конечно же, юзает Song of Siren, чтобы не было этих стилов Аэги, чтобы в инвизе никто там не бесил, не стоял и не тырил Аэгу. Это элементарная вещь. Ну, понадеялись на дураков. Игроки команды LGD в итоге сами остались в дураках. 14 кусков Эмпайр и по экспириенсу 7500 тоже в пользу Тим Эмпайр. Так, по артефактам. Queen of Pain 2000 на руках. Point Booster есть у Сайлента. Осталось 900 голды до приобретения Аганима. Нага Сайрон. Еще 900 до Guardian Greaves. У Акса 3400 на руках для Йоку. Шива есть. В принципе, и Crimson Guard уже не столь важен. Я думаю, что можно подумать о Pipe of Insight, например. Чтоб котел просто слюной захлебнулся в злости собственной от того, что не проходит Эллюминейт. Акс 3400. Ну, с другой стороны, и пожестче что-нибудь. Можно, например, Кирасу для Тима собрать. Почему бы нет? Или Кираса здесь есть? Да Кираса уже у ДК есть. Драгонайт у нас с Кирасой. Резолюшн также с БКБ. 9 секунд. В файтах более чем удачно будет заходить. Ну и Вич Доктор уже начинает себе собирать... Начинает себе собирать Аганиму. У Флая половина Аганима уже собрана. Эмпайр. Решили рискнуть и еще раз зайти. Есть Аега. Аега и Резолюшн. Он тут, по идее, должен впитать в себя все, что только можно. Прыгает Сайлен дальше на Яу. Яу надо немножко подбить. И здесь никаких шалу-грейвов. Я не очень понимаю, зачем юзать этот шалу-грейв, если он постоянно пробивается Аксом. И, естественно, механика действия Калин Глейда такая, что он сразу откэдэшивается. Сайленд лоу-хпшный. Никакого сыра здесь, конечно, нет. Сайленд будет пытаться развалить здесь Мэйби. Сайленд на Мэйби и развалили. В итоге развалили Сайленд, а лоу-хпшный Вич Доктор. Резолюшн пока с нормальным количеством ХП. Резолюшн должен убивать Иллюзии или Йоку, или кто-нибудь должен. 1 в 2 размен. Не очень приятный для Team Empire. Резолюшна стопят. Как неудобно здесь под Моноликом Резолюшну. Дальше идет Сайвер, пилит просто без маны Резолюшн. У него есть Аэго. И что, неужели Алуха будет его разменивать? Но есть он в Сайленд. Спаси Капитана. Просто потерянная Аэго от Резолюшна. И на этом все остановилось. Да, это не очень удачный, конечно, момент. Йоку не врывается, а наоборот уходит. Командный Pyre очень много голды. И подарила. И теперь на отходе их просто будут дожирать игроки. Команды LGD Gaming. Ой, это Трабл. Какой же это Трабл и фейл у Team Empire. Там вовремя просто прорезая сон до того, как БКБ все эти были прожаты. Странно, почему Алуха ждал. Ну, понятно, что там указания были у того же Резолюшна. И вся Тима об этом знала и думала. 2500 голды и 7 экспирианс. Ну, из 15 преимуществ Empire где-то до 13 должен график упасть. И LGD очнулись. Сразу же Манта Стайл есть у Фандом Лансера. Есть Дефюжел Блейд. 2600. Вроде все так хорошо. Йоку прыгает у нас прямо под тавер. Где ульта у Сайлента? Сайлент. Минус один герой. Уже Йоку. Уже Годлайк. Сяуэйт лоу КПшный в таверну. Дальше за ММАем. Бешал у Грейва ММА. По идее, здесь должен дохнуть Дазл. Просто кричать и бить. Ну, и прыгнули на Йоку. Йоку под лоу КП. Но Сайлера просто так, конечно, не развалишь. Ну, и Сайлент очень здесь сильно не хватает Аганима. Сайлент бы пару раз успел заорать в этом файте. Минус, по сути, два от команды LGD. И Сайлер жив. Что самое неприятное. Сайлер просто чумовой. У него уже топ Крипстат на карте. У него топ Нетворс. И, по идее, за ним придется Гнацием. Empire выигрывали 15 тысяч по голде десятку. Сейчас выигрывают. И по экспириенсу выигрывали 10. Скатились до трех. И это все Phantom Lancer. Его нельзя никоим образом кормить. Ты кормишь. Он как, я не знаю. Он как гремленный. Его кормишь после полуночи. То есть после 30 минуты. Он чокнутым становится. Он просто идет и жрет все вообще, что только видит. Ну, как так-то, а? 10 тысяч золота Empire. И экспириенс мы с вами уже видели. 3000 тоже для Империи. Жесть. Так серьезно начать. И, блин, так плотно подфидить к середине игры. И все еще раз говорю на руку Phantom Lancer. Это чумной герой. Он не слазит с тебя, если вдруг, не дай бог, въезд. Defusual Blade только первого левела. Еще 3 здесь заряда. 8 будет во втором левеле. Он будет стопить, будет словить, будет сжигать мануч. Плюс манолик от Котла. Неужели задумка LG была на этом вся построена? Прыгает у нас на Сайлента. Сайлента есть вариант эскейпа отсюда. Все, даггер, блинкаут точнее от квапы. Сайлент не слился. Ну и под смоками команда Empire. У Алоха Дэнс уже есть Сунг оф Сайрен. Есть Глиммер Кейп на подсейф. Если что, у Резолюшна есть БКБ 8-секундный. Есть Асад Керас. В принципе, бить есть чем. Где Йоку? Йоку тоже сшивая. У Йоку БКБ 9-секундный. Вангвард, КП достаточно. Просто поймать. Поймать, поймать, поймать. Мэйби, будь тупым. Не прыгай никуда. Просто иди пешком. Ну так, Мэйби в итоге команда Empire пока не дошла. Резолюшн прыгает на Яо. Яо здесь развалили 100%. Каллинг Блейд от Йоку и Акс. Если бы тогда не слился, какой же охрененный шел фарму Йоку. Он уже был Beyond Godlike и подарил деньжищ. По-моему, кстати, с... Фантом Лансеру их подарил. Если я не ошибаюсь. 430 голды заработали за туз как копейки. Ну и Резолюшн уже на хайграунде. И вот он, Сайлер, уже здесь. Резолюшн уже без маны. Кто же будет ее заливать? Где Алоха? У Алохи уже проюзан. Аркан Буци. У Резолюшн мало маны. И это проблема. Здесь Манолик. И Резолюшн будет просто стоять. Станов не будет. Брисфайр не будет. Здесь просто надо уже идти и руками пилить. Главное не бегать от иллюзий. Либо напасть тому же Аксу. Раскрутиться и всех развалить через Шивасгвард и задувку. Либо вообще не стоять там. Это просто стоять гнить под этим атомным реактором по имени Сайлер. Ну и опять же, все время Иллюминейт задувается от котла. Пропушить просто так команде Empire никто не даст. Они это прекрасно должны понимать. Десятка Империя и 3000 экспириенс тоже в пользу команды Империя. Внешних товаров у LGD не имеется. Причем достаточно давно. Но проблема в том, что Empire пока не знают, как вообще подойти к LGD. Фантом Ланцер готов в Скаде. Все. В принципе, комплектация крутая. 2500 по ХП у него. У Акса 2 всего лишь. У Резолюшена 1900. Вообще поймали Сайлента. Сайлента разобрали. Не очень понятно, куда он шел. И еще более непонятно, зачем он сюда пришел. Сайлент просто пошел, подарил 1000 голды своим оппонентам. Ребята, у вас была 1000 голды на ровном месте? Нет? Берите. Вообще не жалко. Русская душа. Сайлент, конечно, тут... На простом абсолютно пошел. И золото фактически руками принес команде LGD. Ну и заходить нельзя. В это время Сайлер продолжает фармить. У Сайлера топный творц на карте 1800. Пока его команда отпушивает, он выфармливает вражеские леса и пушит нижний лайм. Ну и как с Пейлом бороться, пока непонятно. Был бы какой-нибудь антимакс Battle Fury под, я не знаю, под Магнусовым Эмпауэром. Можно было бы разговаривать. Хотя сейчас не очень ясно, что это. Но есть, опять же, Нага Сайрен, которая может позволить команде Эмпайр очень удачно стать. То есть Йоку должен заагрить всех, а Резолюшн просто пилить, 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 еще раз пилить. Дэмэдж не слабый здесь. Криты вообще тут мастхэп, мне кажется, Драгон Найту. Надо очень быстро разбираться со всеми героями, потому что чем дольше ты бьешь Сайлера, тем больше этого Сайлера становится. Вот вам доказательства моих слов. Посмотрите на это. Что это такое? Сектантство какое-то от Фантом Лансера. Клуб по интересам. Две стоны на руках у Фантом Лансера. Продолжает расти и единственный, по сути, кто в команде LGD нормально по деньгам имеет. Мэйби на четвертом, даже на пятом месте Мэйби. Перед ним Резолюшн, перед ним Йоку, перед ним Сайлент и только потом идет Шторм Спирит. Но и Шторм неприятный сам по себе. Будет много маны, хрен ты что с этим Штормом сделаешь. Надо будет ждать, пока сольется вообще все монопоинты у него. Ну и Алоха Дэнс дальше на нога Сайрен всех саппортов команды LGD обгоняет. И только, конечно, потом Флай. Флай, не сказать, что прям совсем несчастный, но на сороковой минуте пять тысяч по фарму это маловато. Импайр, теряющих, теряют преимущество. С пятнадцати они уже спустились до восьми. Графики движутся в сторону команды LGD, что еще неприятнее. Тут очень сильно может зарешать Дезвард под Аганимом. Для этого Аганима надо добраться. Надо еще тысячу четыреста где-то Вичдоктору. По тому Нетворцу, который вы можете видеть. Это непростая задача совершенно. Нага приобретает гем. От кого? Против кого? Для кого? Просто Дезвардить или зачем? Ну в инвиз вроде никто не собирался из команды LGD. Значит, пойдут Дезвардить. Мэйби видят. Алоха Дэнс будет ловить его через сон. Нет, Алоха Дэнс пока просто ждет и Мэйби отсюда уходит. БКБ есть у Шторма. БКБ девятисекундный. По идее, подставляться Мэйби сам не будет. Если вдруг кто на горизонте появится, БКБ сразу к ульту и по-быстренькому эскейпать оттуда. Под Вардом припробегает Резолюшн. Увидели его. Прыжок пошел на Резолюшн. Резолюшн и БКБ задувает Яу. Яу ЛОХПшный. Где ты, Йоку? Здесь Яу клиент. Яу убили аж или как? Как выхилился Яу? Что вообще произошло? Яу в итоге отправляется в таверну. Дезвард стоит от Вичдоктора. Вичдоктор сам отправляется в таверну. Пока размен один в один. Йоку ТП Аут. Ну и разошлись. Все, спокойненько разошлись. Алоха Дэнс. Вард еще пытался подпилить. Бежал бы ты отсюда Алоха. Роха появился. Команда LGD его хочет. Эмпайр его хотят. Все хотят Рошана. Абсолютно. Это второй Рошан. Он без сыра. Пока еще. Но будет падать на 42 минуте очень быстро Роха. Я думаю, что это совершенно очевидно. Поэтому ворваться на Роху быстренько. С нормальным дэмэджем. У ДК, кстати, появляется наконец-то Кристалис. И немного остается резолюшн. Тысяча с копейками остается до появления Дейдалуса. И Мэйби притопашивается к Сяуэйту. Мэйби. Уже есть. После Ultimate Arpa еще 2500 на руках. Это будет Хекс. Как там Сайлер. 4200 после Ави в Скаде. Он фармит просто как не в себя. Даззл Солдор крестом от ММА. Есть урнов Шадоус. Есть у него Аркан Буци. И Кипров Зелайт от Тяоида. С Аганимом. Ну и вот Рошан. Сколько надо времени, чтобы убить Роху? Чуть больше, чем нисколько вообще. Забирают Рошана. Мэйби поднимает у нас Роху. У него 15 зарядов в Бладстоуне. Летать он будет очень долго. Папа отсюда упрыгивает. Мне кажется, команда Эмпайр сейчас будет уже начинать играть от дефа. Они сливают все преимущество по галде. Они вовремя не остановились по вопросам захода на ХГ. Их раз развернули. Их два развернули. А сейчас, я смотрю, после таких разворотов ищут какие-то мейн-артефакты, которые могли бы хоть как-то с чем-то справляться. Ну и криты от Резолюшена могут решить вопрос. А могут, кстати, и не решить. Вероятность на самом деле тут 20%. То есть 1 к 4, как вы понимаете. Мейби поймать уже, в принципе, сложновато. Аэга здесь есть. Максимум, что можно сделать, это выбить Аэгу. Но я тоже не стал бы сильно на это уповать, потому что улетать Штром Спириту не проблема. Тем более Штром Спириту с Хиксом и БКБ. Штром Спирит сам может развернуться и захиксить, забкбшить любого. Ай, появляется еще и бабочка для Сайлора. И опять же, вроде Эмпайр сейчас не должны файтиться, потому что у них не идут файты. А с другой стороны, ведь Доктор, например, требует артефактов, требует Дайдалус, дособранный уже Драгон Найт здесь. Рецепт, по-моему, есть. Да, есть у Резолюшена рецепт. Но чем дальше ты ждешь, тем жестче становится Пейл. По сути, с Пейлом разговор будет очень долгим. У него 2600 золота. Ой, ХП. У него есть Баттерфля, и у него уже промахи по нему. 240 плюс 30 демеджа. Ну, охренеть вообще. А бьет же. Он не один бьют иллюзии. Все это стакается, все это вливается в каких-нибудь несчастных Вич-Докторов. Это все бьет бедняжку Нагу. За что, спрашивается? Ну и уже практически готов Владмир у Наги. Или готов? Нет, осталось насобирать на рингов реген. Реген. 6000 империя еще в плюсе. По золоту, по экспириенсу они уже начинают проигрывать. Но здесь, обратите внимание, Сайвер 22-го лева. Естественно, по экспириенсу команда Эмпайр не вывозит на фоне таких огромных ловелов ПЛ. Но это один ПЛ. Шторм Спирит еще кое-как. Здесь 21-й. Дальше к Сяуэй. 14-й. Яо. 13-й. ММА. Тоже не алло совершенно. Мэйби прыгает на хайграунд. Сайвент у нас в Хиг Сиа. В Глиминкей подправляют Сайвента. У Мэйби уже 7-секундный БКБ. Можно уже файтиться. Сайвера не ловят. Кстати, у Сайлера нет Аэгги. А Эгу отдали Шторм Спириту. Поэтому, по идее, есть смысл быстренько контрить Шторма. Ой, не Шторма, а Фантом Лансера. После потерянного Аэггиса он не встанет. И это очень приятно. Пусть там уже байбекается. Тогда у него нет денег на Бутсов Тревел. И пусть бежит пешком. Это его проблемы. Команда Эмпайр закрылась на собственном хайграунде. У них сейчас, я так понимаю, задолжены ищутся варианты для эскейпа. Как-то игру надо переворачивать. Давить ее до конца не удалось. И дальше просто все в минус пошло. Что не действие от команды Эмпайр, то ошибка. Мэйби. На Алоху не врывается. Если бы ворвался, по идее, мог бы и убить. Хотя у Алохо Дэнса тоже Сонг Сайрен есть. Мэйби, скорее всего, продамажил бы по-хитрому и свалил. Так, а вот и Мэйби на Алохо Дэнса в Глиммер Кейп моментально. Гем есть у Наги. У Мэйби ничего нет. Ну и вовремя уходит Нага. Очень даже удачные ему фото лохи. Отличная реакция. 27-19. Империя продолжает выигрывать по золоту. По экспириенсу тоже Империя. Чуть-чуть, но впереди. Хоть что-то, да, отыграли. Но команда LGD Давид и Эмпайр здесь, в принципе, на дефе стоят. Теперь у них карты в руках. По сути, они имеют нормальные артефакты. Можно попатиться. Где Сон? Где Сон? Сна нет. Мэйби лохэпешный. Мэйби не отправляется в тавер. Мэйби у нас кучалу Грибон. Все, Мэйби развалили. Мэйби теряет Аэгу. Туску очень быстро разобрали. Где в это время Сайлер? За Сайлером прыгает Сайлент. У него есть аганим Сайлент. Не убегает от Сайлера. Он просто чумной этот Сайлер. Как его вообще бить? Непонятно. Здесь ДК должен по нему напиливать, а не в соло Квапа. Сайлеру половину ХП слили, Туску слили, а Аэгу и Штам Спирита выбери. Ну и потеряли Квин оф Пейн. По идее, Файт Рикап должен быть в пользу команды Эмпайр. Я думаю, нифига подобного. LGD заработали 800 голды, 2200 экспириенса и отходят. Че вы деритесь? 3 900 у Йоку. У него не так давно было 4 300. Где это все? По-моему, БКБ было, да? После 4 300. И теперь еще 4. К для Йоку. Ну и мобильность, конечно, не лишняя была бы Аксу. Но с другой стороны, и ХП не хватает. 2000 ХП всего лишь у Акса. Даже при хорошем количестве дефа, это не самый крутой показатель. 2000. А здесь Фантом Ланцер, я думаю, будет сейчас вот это менять на Бутсов Тревел. И сюда, естественно, докупать еще и Тараску. Пэла просто нельзя было разобрать. Квапа купила себе Джевелин. Это ты куда? Это МКБ, скорее всего, для Квинов Пейн. Кстати, увидим боевую подругу. Плейдмейл отложила. Для лучших времен. Квинов Пейн Шивы здесь не будет второй. 4000 УАКСа. Ничего Йоку не приобретает. Хотя деньги есть. 2 с копейками есть у Йоку на случай байбэка необходимого. 48-ая минута. Матч просто не дает выдохнуть в принципе. Ну, а куда тут выдыхать Винер Брекет? Игра против LGD. Против фаворита группы А. От, по сути, аутсайдера сетки Винеровка от группы B. Команда Эмпайр, которые с треском прошли еле-еле. Ну, и здесь они, по идее, так сильно накарзывали LGD. Но теперь игра сравнялась. Теперь уже все зависит от рук. Артефакты появляются, но... Важность этих артефактов, она постольку поскольку. Но и Резалюшин не сильно от Сайвера отстает. На один слот всего лишь. У него есть сплэш, есть вариант, есть стан у него. Команда у него укомплектована хорошо. Есть кому контролить Сайвера. Если Йоку ворвется, то можно и пофайтиться. Почему бы нет? Умпайр ниже 5 по голде не спускается. По экспириенсу все в пользу команды LGD. Смоку TeamEmpire знают, где кто есть. Мы Резалюшина поймали. Резалюшин не успевает БКБ провязать. Резалюшина развалили. Почему ты здесь ходил? Я не знаю, ребята. Я просто прошелся посмотреть, как у нас выглядит топ-лайн. Плохо выглядит топ-лайн. ДК уже требуется байбэк. Это понятно, что Резалюшина на байбэк есть. Наверное, для дефа стороны будет байбэкаться. После Дайдалуса деньги сейчас не так критично. А вот сторону потерять против Штормспирита, против того же Сайлера. Это плоховато. Байбэк пошел от Резалюшина. Ульта пошла от Сайлента. Сайлера ловят. Стан пошел по нему. Сайлер под Шалугрейбом. Пытаются его развалить. Доппикангер от него. Входит отсюда Мэйби. Ну и вся команда LGD. По-быстренькому сваливает. Сайлер у нас в сетке. Выталкивает его дальше. Дезвард. Просто по иллюзиям от Резалена Флая. И дальше пошел Мэйби. За лохотенцем. Это обычный саппорт. Ничего страшного. Сайленс на Мэйби. Ну и просто месиво здесь. Сон пошел от Наги. Просто выкилиться надо. Тим Эмпайр. Можно драться дальше. Под БКБ Мэйби. Так его можно ловить. Пока он под БКБ. Бейте его. Стойте. Смотрите на него. Йоку агрит всех на себя. Йоку лоу хпшный. У Йоку есть байбэк. Где байбэк Йоку? Сноубол на Резалюшина. Надо байбэкаться. Мэйби слишком далеко зашел. Сторона пока еще стоит. Байбэк от Йоку. Минус 2200 от Империи. LGD ни хвена по сути не сделали. Но заставили деньги просто потерять. Команду Эмпайр. Ну и давят дальше. Сайлер просто стоит и пилит барак. У него есть Тараска. У него 3600. У него 31 дефа. У него куча демеджа. Просто дикий вообще этот Фантом Лансер. Доппельгангер на Йоку. На Йоку не загрелись. Йоку у нас в Хексии. Ульта пошла у нас от Сайлента. Минус Шторм Спирит. Минус Туск. Минус 2 от команды LGD. И Сайлер пилит в это время Сайлента. Сайлент за Ксяуэйтом. Ксяуэйтом может и добить. Но здесь куда тут вообще копесоваться. Такое месиво от этих Фантом Лансеров. Он фуловый. Хрен что ты с ним сделаешь. 30-24. Сторона на топе Умпайр трещит по швам. Сейчас Сайлер на нее переключится. И просто будет месить. Флай ловит копье и уходит отсюда. Центральная сторона пока еще стоит. Пока не тронута. Ну и Сайлер уже здесь. Уже готов бить. Где ДК в это время? А у Резолюшина есть криты. Но вы понимаете, да? Что без сплэша эти криты вообще не важны. Глипп и Фортификейшн от команды Эмпайр. По голде они уже проигрывают трешку. По экспириенсу они проигрывают 6000. Врываться, не врываться. А куда врываться? 52-ая минута. Посмотрите на Сайлера. Тут конечно... Все очень плохо в данном матче. Заканчивается для команды Эмпайр. Они так здорово начали. Они подняли свое преимущество для... До 15 тысяч. Но здесь что? Спирит. Здесь Фантом Лансер. И здесь... Нет пути. Но фьючер абсолютно. За Резолюшином погоня. Он в хиксе. И БКБ не успевает проезжать Резолюшин. А уже не надо. И взять БКБ. Резолюшин теперь под блокинг баром. Малу Ходен стопит всех. Шансов на камбэк я вижу немного. Нет байбэка у Квапы. Нет байбэка у Акса. Нет байбэка, конечно же, у Вичдоктора. И ГГВП пишет у нас Team Empire. Знаете, это как после хорошей теплой погоды просто окунуть в ледяную бочку. Успокойтесь, ребята. Успокойтесь. Да, мы дали вам вариант. Тут на 27-ой минуте. По идее вы катком должны были проехаться по команде Xawaita. Извините. У нас был Фантом Лансер, и мы знали, что с ним делать. Да и котел. Как здорово зашел котел. Он, по сути, перевернул файт с ног на голову. Два раза команду Empire погнали назад. Выформил свои артефакты Storm Spirit. А дальше, посмотрите, из Хекса не выходили. Из Вортекса не выходили. Шторма. Хрен за контриж. Он даже под сном Наги умудрялся влетать и минус один, минус два делать. Империя здесь просто не додавила вовремя. У них такие герои, которые вряд ли вывезли бы вперед ногами Фантом Лансера на 50-ой минуте. Я думаю, это очевидно и понятно всем и каждому. Но если не понятно, собственно, вы это увидели сейчас на своих экранах. Ну что, начало для команды Empire хорошее. Вот если быть откровенным, начало великолепное. И было понятно, что команда LGD очень стабильная и жесткая, и просто так выиграть не даст. Но то, что Empire делали, показало, что LGD не бессмертный. LGD команда, которую можно контрить, которую можно давить. И по сути этим пиком просто что Empire проиграли. А был бы вариант какого-то лейта хорошего. Или Нага выформила бы что-нибудь приличное. Или просто без затупов Empire без ошибок играли. Так как CD-ки против Empire. Не фаворитами были, а без ошибок, по сути, взяли и выиграли доту. Ладно, обсудим все уже во втором матче. Команда Empire на данный момент проигрывает с счетом 1-0 своим оппонентам. И у LGD шансы на то, чтобы дальше по сетке винров двигаться гораздо повыше. Ну ничего, болеем, топим, ждем. Team Empire, гоу-гоу, вперед. Небольшой перерыв, 5-6 минут. И я думаю, команды быстренько вернутся к своим игровым местам. И продолжим уже во втором матче. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Конечно же, группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Твиттер, Инстаграм. Как ваша социальная жизнь развита? На что она, в принципе, способна? В тех ресурсах и подписывайтесь на студию игрокам ТВ. У микрофона, друг, продолжаем. Сегодня будет очень долгий день. У нас первая стадия плей-офф. Впереди самое интересное.